Очередная майская видеоконференция проекта взаимообучения городов была посвящена итогам не совсем обычного учебного года. Педагоги почти из ста городов России, в том числе и Чебоксар, обсудили особенности образовательного процесса. Людям творческим и целеустремленным всегда нужна дискуссионная площадка, где можно было бы поделиться наработанными практиками, услышать что-то новое от коллег. Даже в особенных условиях специалисты образовательной сферы не перестают учиться и совершенствовать свое мастерство. Как видите, самоизоляция не является преградой для восстановления партнерских отношений. Напомню, что реализация проекта началась с инициативы Ижевска организовать взаимообучение в разных городах для обмена эффективными управленческими и педпрактиками. Чебоксары уже два года в этом проекте. Взаимообучение городов идет весьма конструктивно. Многое столица Чувашии уже реализовала, но надо двигаться дальше. Самый актуальный вопрос, который находится до сих пор на повестке нашего дня, это дистанционное обучение, потому что не секрет, что оно продолжается. И даже формат единого государственного экзамена на сегодняшний момент видоизменился под как раз влиянием данной ситуации. В городе Чебоксары здесь есть что рассказать, потому что у нас дистанционное обучение выстроено начиная с апреля месяца в виде видеоуроков, мастер-классов, приглашения известных знаменитых людей для того, чтобы детям обеспечить не только досуг, но и учебный процесс. Чебоксарские учителя уже рассказывали коллегам со всей страны о марафоне открытых эфиров, самое последнее нововведение онлайн-лагеря. Дети не должны оставаться летом без внимания взрослых. Интернет-пространство объединит ребят чудесными, интересными и познавательными программами. Валерия Друженец, Николай Скворцов, Республика.